Всем привет! Я хотела сказать, что у нас сорвалась поездка в Питер. Представляете? Просто. День в день сорвалась. Нам надо было сегодня, вот мы ночью выезжали, а у нас все сорвалось. Потому что Настя заболела с температурой высокой. Максим тоже еще слабый. Танца нет у них. В паре долго не стояли. Посоветовались с тренером и решили, что мы отменим все. Мы отменили поездку. Так что сейчас мы заехали в Ситимол. Нужно нам кое-куда в какой магазин сходить. Как позже включить. Ой, по вечернему с Ситимолу гуляли. Я его не видел. И тут разные открываются. Ну, как вы поняли, мы забрали часть подарка для Каролины в одном месте. Потом я решила, что нужно зайти еще в детский мир и прикупить ей еще подарочков на день рождения. Так как мы не поехали на... Ой, в этот... Не на, а в Питер. Мы идем на день рождения, попадаем в Каролине. Поэтому кое-что прикупили. Там Максим несет. И плюс еще я от тебя кое-какой прям подарок дарю. Ну, я уже не знаю. Ну, вы видели в прошлом влоге. Я вам часть чуть-чуть показала кусочек. А этот уже выйдет чуть позже. Купальники там новые висят. Ну, а купаться, наверное, уже не знаешь, где. Пальмы. Да. У нас выросли пальмы. Завтра 9 мая. День Победы. День Победы. У Макса еще слабости. Сегодня 36,9. Ну, в общем, хорошо, что мы не поехали. В общем, все сложилось так, как сложилось. У Насти вообще была температура 39, поэтому, ну, нам надо было заехать в Сетимольчик. Кое-что он выбрал для своей племянницы. Вот такая красота. Все украсили к празднику, к параду. Ну, к параду. У нас парада не будет. Вот. Само с собой. Конечно. Сами понимаете, почему. Вот. Нам на эскалаторе тяжело. Мы идем. Да, туда идти пустая. Да, она может в левом. Нет, вот в эту. Пошли. Все время, как в Курасе. Я ведь и там сережки покупала. Да, было дело. На выход. Всем доброе утро. Сегодня у нас следующий уже день. Всех с праздником. Всех с Днем Победы. Я сегодня здесь такая в препараде. Но мы никуда не едем, не гуляем. Потому что... Сейчас объясню. Только недавно стало. Еще голос такой хрипший. Ой, как будто пила всю ночь. Но нет. Мы никуда не едем, не гуляем. Хотели поехать... Пойти точнее в парк. Но передумали. Не то, что передумали. Просто... Во-первых, у нас закрыты все ТЦ. Вот. И не рекомендуется никуда ходить гулять. Массовые мероприятия. Почему? Потому что... Ну... Закрыли... Фу. Для безопасности. В общем. Меры безопасности. И у нас никакого парада не будет. Массового гуляния тоже не будет. В общем. Вот. Так что... Ой, мы с Максом, в общем, выехали ненадолго. На часочек на... В наш... Ну, наше сельское поселение, где администрация, где Вечный Огонь. Здравствуйте. Спасибо вам большое. Вас тоже с праздником. Спасибо. Спасибо большое. Вот. И нам ленточку подарили волонтеры наши местные. И... Ну, в общем, ненадолго, на полчасика, может, на часочек максимум здесь. Потому что все у нас закрыто. Массовых нет гуляний. Ну... Вечный Огонь. Люди несут цветы к Вечному Огню у нас. Кость от травку за моей стеной там люди. Ну, что-то нету здесь концерта Макс. Да. 9. То есть люди несут к Вечному Огню цветы. Я думаю, мы сейчас туда проедемся. На... К нашему Дому культуры Нового. Наша администрация. Вот. Смена геолокации. Кто смотрит мои влоги изначально, тот узнает, где мы. Да-да, это наш бывший дом. Вот здесь вот. Но мы приехали к соседям. Просто их обнять, поцеловать. Поздравить с Днем Победы. Вот. Обрубили они. Это на руках хорошо? Ну, наверное, да. И яблони все срубили. Смотри, как нервы и сосны выросли. Тоже они были малюсенькие? Да-да-да. А вороты. В общем, мы идем к одной соседке припарковались, потому что у другой здесь все переворошили и кладут плитку, видимо. Вот этот дом тоже продан. Тамара уехала отсюда. Тут купили другие люди. В общем, мы идем к политочке. Ну, мы сейчас пройдем. Улиды тут, как всегда, красота красотой. И тюльпаны. Что готовишь, Андрей? Шулюм. Что это? Блюдо. Блюдо? Шулюм? Шулюм. Короче, у нас будет обычная гречка с тушенкой. В общем, типа полевая каша. Хорошо я окно закрыла здесь, чтобы дым не шел в спальню. Ну, сегодня вроде спокойненько в плане погоды. Ветра вроде нет. Вчера был ветер такой ледяной прям. Ты тоже хочешь? У меня есть чистый спирт. Хочешь? Ты что, молчала-то? Но он меня в лечебных целях, Андрей. А мне в каких? Тебе вредно. Еще одна. Еще одна. Я говорю, у меня... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Резводить будет? Зачем? А ты знаешь, что его правильно? Я знаю. Один к одному? Нет. Смешно, 40% спирта, 60% воды. Умный, что ли, так? Спец по этому делу. Стоял очень чистый. Да-да-да. Сжечь там внутри все, да? Угу. Спалить. Ну, да. Даже мне врач говорил, что лучше. Ой, все, ладно. Да, врач такой не мог сказать. Ой, хорошо. В деревне летом. Переоделась соль. Лосины наделась. Шемчат. Кто? Тушенка не... Ну, по вкусу. Ты добавь соль потом, когда гречку закинешь. Сейчас не надо солить тушенку. Почему? Ну, когда гречку посолишь сверху, вот так вот присыпешь... Когда ты делаешь зирвак для этого, ты же солишь. Ага, все. Ладно. Делай как хочешь. Че спрашивать? Надо все равно что-то накинуть. Все равно холодно. Да, вот. У нас тут своя песня. Кстати, тюльпанчики. Вот они какие. Смотрите. Это такой. Они все разные. Этот, посмотрите, какой пестренький. Они не красные, представляется? Распускаются. И вот этот тоже, третий тюльпан. Красивый получается. В общем, вот так вот. Макс смотрит кино. Но не смотрит он, да? А я тоже частично начала смотреть. Мы наелись каши. Я уже не стала снимать. И мне что-то так разморило. Я хоть и выпила чашечку кофе. Сейчас лежу и просто немножко отдыхаю. У меня же глаза смыкаются. То ли погода так давит, то ли что. Чуть позже я хочу поехать в гости к бывшим соседям нашим. У одной сегодня у Лидочки была. Сейчас хочу еще поехать к Людочке. Мы с ней созванивались. Она увидела мою машину. Сказала, что вы не зашли утром. Я у нее просто парковала ее с утра. Я говорю, не было времени. И мы быстро-быстро все. В общем, так получилось, что не сложилось. Так, зайти к ней. Чуть попозже, через часочек, наверное, я к ней поеду. Я не знаю, как все мои поедут или нет. Но я точно поеду. Я отложила тоже кашки. Лоточек. Каши получилось очень много. Четыре банки тушенки разной. Сорти и свиная, говяжья и куриная. В общем, очень вкусно, сытно. Я просто и объялась. Так что еще раз всех с праздником поздравляю. Буду на этом с вами прощаться. Разобрала я вчера чемодан. Жалко, конечно, что мы не поехали. Но так сложились обстоятельства. Видите, так сложилось все. И непредсказуемо все получается. Видите, как здоровье подвело. Ну, значит, так надо было. Хотя Юля нас там ждала в Питере. Говорит, я борща наварила, кастрюль вас ждала, чтобы накормить. Спасибо ей большое. Значит, в другой раз. Я говорю, на следующий год точно приедет. Всем спасибо за просмотр. Всех люблю. Всем пока-пока.